Пророссийские сепаратисты взяли под контроль воинскую часть под Луганском. Столкновения бойцов Национальной гвардии Украины и народных ополченцев продолжались два дня. Сепаратисты захватили боеприпасы и оружие. Российские информагентства утверждают, что воинская часть сдалась после штурма. Военных выстроили на плацу и затем отпустили домой. В пресс-службе нацгвардии сообщают, что бойцы отстреливались до последнего патрона и были передислоцированы в безопасное место. 3 июня в Луганске был объявлен траур по погибшим в результате взрыва в здании областной администрации. Власти в Луганске заявили, что ракетный удар нанес украинский истребитель. Киев отвергает причастность к инциденту украинских ВВС. Согласно его версии, сепаратисты могли пытаться сбить украинский самолет, но попали в здание. Миссия наблюдателей ОБСЕ в своем отчете указала, что основываясь на ограниченном объеме данных, удар был нанесен неуправляемыми ракетами, выпущенными с самолета. Эксперты ОБСЕ не исключают, что ракета могла быть запущена и откуда-то еще. Жертвами атаки стали 8 мирных жителей и 28 получили ранения. Субтитры создавал DimaTorzok